На прошлом вебинаре заварить лавровый лист, это очень серьезно помогает, поэтому сейчас сижу, попиваю лавровый лист и действительно очень намного легче, но это как отвлечение. Так вот, друзья, сегодняшняя тема, то, что мы хотели вернуться и дальше двигаться уже с точки зрения технического воплощения проекта, мы сегодня сделаем довольно-таки серьезный анализ технологий трендов транспорта второго уровня, то, что сегодня сделано, то, что сегодня сделаем мы, и вывод, который я сразу вам обозначу, к которому сегодня подходим, что сегодня технология Skyway, струнные технологии инженера Юницкого, это пик того тренда нового транспорта, это сегодня ядро шестого технологического уклада и мы сегодня, не то что конкурентно способны, мы сегодня стоим на порядок ближе к результату и более качественной технологии, которые могут дать все вместе взятые конкуренты, которые сегодня пытаются участвовать в этой гонке. И мы сейчас кого-то мы с вами сегодня покажем, кого-то обозначим, с Элоном Маском будем встречаться и уже именно делать презентации в сентябре, но к тому времени мы уже подойдем к демонстрации основных технологических узлов в экотехнопарке, который предполагается и мы очень серьезно рассчитываем, что это будет в октябре. А еще это очень важно, друзья, для понимания того, что сегодня начинается процесс по мере того, как мы очень поступательно переходим от процесса, когда про технологию говорят, этого не может быть, это, друзья, уже осталось в прошлом, сегодня возникает следующий вопрос, а если это правда? И вот этот вопрос, он многих начинает вводить в очень серьезные размышления. Конкуренты, которые сегодня рассчитывают получать контракты, выгодные кредиты, развитие проектов и так далее, и так далее, они начинают понимать, что внедрение такой технологии очень существенно может повлиять на их бизнес. Это раз. Второе, те, кто сегодня проектирует и собирается разрабатывать новые транспортные коммуникации, связывающие определенные населенные пункты, тот, кто сегодня планирует доступность определенных месторождений, либо проектирует новое производство и проектирует затраты, которые там должны быть, при информации, которая есть, а если это окажется правдой, также начинает задумываться, потому что это меняет целые проекты, целые уклады, целую конкурентную ориентированность целых отраслей, соответственно, и не говоря уже о регионах. Это тоже, друзья, очень важный момент. Так вот, в этом этапе, когда мы живем, что, а если это правда, начинается, друзья, очень много чудес, которых мы еще до недавнего времени не могли предположить. И здесь я могу сказать, что для нас, как это касаемо с точки зрения работы, которую мы ведем, мы не раз вам обозначали, что мы работаем сегодня с несколькими фондами, инвестиционными фондами, хеджи-фондами, венчурными фондами, действительно, которые инвестируют миллиарды долларов, и мы продвигаем сейчас, разрабатываем ряд проектов, которых тоже часть мы обозначали. Так вот, друзья, мы сейчас столкнулись с тем, что один фонд, который ориентирован в основном на Израиль, на израильское правительство, узнав об определенных технологиях, что израильское правительство сегодня вместе с НАСА финансирует технологию, несколько схожую, но являющуюся конкурентно способной, конкурентной технологией Skyway, сегодня несколько притормозил работу и действительно очень серьезно встал в ожидании, смотря, что дальше будет. Для нас это, друзья, абсолютно нормальный, как бы, такой подход. Единственное, что я предложил зафиксировать сегодня позицию, чтобы написали, я здесь четко обозначаю, что с точки зрения технологического экспертного анализа, то, что мы говорим, это большая ошибка, что они, как фонд, который принимает решения, исходя из технического анализа, совершают большую финансовую ошибку, поэтому просим это зафиксировать и вернуться к этому хотя бы через три месяца, а потом через полгода. На что тоже они сегодня подписать боятся, потому что тем самым они должны всем своим конкурентам на рынке показать, что они работали над этой технологией, они стояли у истоков, у них была возможность профинансировать, но они, исходя из технической неграмотности, соответственно, приняли неправильное решение. Поэтому мы, друзья, делаем это осознанно, мы специально хотим подписать этот документ и этот документ иметь для своего, ну, скажем, внутреннего, может быть, мы его дальше со временем и покажем. И это, друзья, как раз сейчас очень важные такие технологические решения, финансовые решения, которые приводят к серьезным последствиям. И это, друзья, было не раз и не два. Мы видели много примеров и многих историй, когда финансовые структуры ошибались и финансировали неправильные технические решения. То есть наглядный пример Анатолий Дуарович очень много приводил на своих вебинарах и я тоже показывал на конференциях и на встречах, что сегодня, казалось бы, мировой технологический лидер компании Siemens, крупнейший гигант Западной Европы и Германии, компания, которая разрабатывала почти 60 лет TransRapid, это систему транспортного скоростного движения с использованием магнитной левитации, то есть сведение за счет магнитных полей к нулю трения. Но при этом Юницкий показывал, что общее КПД этой системы меньше 12%, то есть меньше, чем у паровоза. То есть паровоз уже 14, а иногда даже 16% конструкции паровоза могли давать. Поэтому, друзья, чтобы в 21 веке создать систему КПД, которая ниже паровоза 19 века, это, конечно, с точки зрения инженерии очень сомнительная победа, и потратив на это 6,5 миллиардов евро, еще умудрившись на одном испытательном полигоне, где только одна трасса и один подвижной состав, устроить аварию с более чем 20 человек погибшими. Это, друзья, просто верх такой инженерной мысли, и в итоге все это направление после 60 лет работы, 6,5 миллиардов инвестиций, этот проект был закрыт. Это, друзья, показатель того, что не все огромные инвестиции, не все технологические решения, даже у таких гигантов и признанных авторитетов являются оправданными. Это, друзья, тупиковое направление, и на сегодняшний момент, когда Сколково наша, а еще, как его очень интересно, китайцы называют Скольково, исходя из своей специфики лингвистики, то это очень интересно звучит, когда наша Скольково принимает решение финансировать технологию магнитной левитации, то есть выделяет туда сотни миллионов рублей для создания прототипа. А потом этот же экспертный совет из этих же экспертов в области транспорта, мне просто хотелось бы на них посмотреть, всех вместе собрать, принимает решение финансировать технологию дирижаблей, для того, чтобы руду на севере возить дирижаблями, то есть возродить систему цепелин, которую практически сто лет назад закрыли, те же немцы, это, друзья, у меня вызывает просто несколько улыбок, несколько ухмылок, и когда я говорю, знаете, что, друзья, вы занимаетесь здесь всем чем угодно, только первое, не стратегией развития технологических укладов, не стратегией развития страны и не стратегией развития технологий. А чем занимается это Скольково, оно, в общем-то, и так понятно. Но это, друзья, другая специфика. Причем, я могу сказать, что Сименс с ее традиционными системами и коррумпирования чиновников, и запугивания, и работы, это тоже, друзья, специфика той работы, которая ведется. Но, тем не менее, нам Сименсу тоже есть сказать. И когда эксперты Сименса начинают давать на наши технологии отрицательное заключение, здесь остается только сказать, ребята, а вы в зеркало когда-нибудь смотрели, а вы сами про свою технологию что-нибудь можете сказать? Сначала признайте, что вы, как технологический гигант, можете выкидывать колоссальные средства на ветер, и только после этого мы будем говорить, что да, к вашему мнению будем прислушиваться. А когда вы начинаете говорить про другие технологии отрицательно, это, друзья, просто конкуренция. Поэтому они позволяют про нас говорить отрицательно, мы, друзья, говорим и анализируем то, что сегодня делается. Так вот, сейчас я бы хотел более подробно вам остановиться на одной технологии, которая сегодня финансируется НАСА, это национальным аэрокосмическим агентством Соединенных Штатов, и сегодня совместно с правительством Израиля они приняли решение в этом году начать строить опытный демонстрационный участок длиной 2 километра для строительства системы, которая называется SkyTran. То есть у нас называется SkyWay, то есть небесная дорога, а это SkyTran. То есть в принципе схожие понятия, в принципе немного схожие, сейчас мы вам покажем концепты, это транспорт второго уровня, это работа, но дальше, друзья, я вам на уровне здравого смысла, я не призываю вас сейчас к серьезным технологическим расчетам, я вам не буду сейчас показывать инженерные напряжения и все, что связано с коэффициентами, с энергозатратами. Я думаю, что совместно с Анатолием Ивановичем мы подготовим на это такую серьезную встречу и покажем вам уже с точки зрения расчетов, чтобы это звучало из первых уст. А мы, друзья, сейчас с вами просто с уровня экономистов, которые принимают, скажем, такую экспертную оценку, попробуем оценить две технологии, которые сегодня конкурирующие и сегодня решающие одну задачу, этот скоростной, безопасный городской вид транспорта, при этом очень дешевый, экологичный и долговечный. Вот, друзья, вы видите сейчас, что с левой стороны вы видите наш юнибайк двухместный, с декларируемыми скоростями 140 км в час, соответственно, с энергопотреблением, которое на 50%, то есть при движении со скоростями 140 км в час, может покрываться за счет велогенерации электроэнергии и, соответственно, зарядки аккумулятора. То есть, с технологической точки зрения, это я вам описываю сейчас нашу струнную систему Skyway в виде юнибайка. Это небольшой струнный рейс с диаметром всего 5 см, соответственно, который находит на промежуточной опоре, которая не превышает диаметр 15 см, то есть это обычный осветительный столб, то есть, каких вы сегодня видите в каждом парке. И на нем находится такая путевая структура, по которой движется юнибайк, расчетная скорость которого, почему я говорю расчетная, потому что прототипы только изготавливаются и через два месяца они приступят к испытаниям, а потом уже к демонстрации и сертификации. Соответственно, расчетная скорость которого до 140 км в час. И, соответственно, потребление энергии двумя электродвигателями, которые являются, мотор, колесо, то есть и между ними стоит небольшой аккумулятор и чип управления, то есть цена этого юнибайка будет в пределах тысячи, максимум полутора тысяч евро. Соответственно, это цена сегодня обычного гаджета, типа айфона, либо топовой модели Самсунга. То есть, в принципе, это может позволить себе, если еще кредит на какое-то время, практически каждый сегодня студент или работающий человек, который сегодня пользуется гаджетами, интернетом, и, соответственно, может позволить себе либо брать в аренду юнибайк. Поэтому это, друзья, мы вам показывали, это легкая система, которая может перевозить небольшое количество пассажиров, но, в принципе, как мы обсуждали и показывали это при демонстрации технологии и заключении соглашения в Самаре, которая сегодня активным образом готовится, такая транспортная система с увеличением количества пассажиров в одном модуле до 2, 4, 6, а потом 12, 24 на той же путевой структуре, в принципе, может приближаться к 10 тысячам пассажиров в час, что, в принципе, уже сопоставимо с серьезной транспортной системой, такая, как подземное метро. Хотя мы таких задач не ставим, для таких массовых перевозок для этого готовится все-таки специализированная городская система, которая будет уже более основательная, это все-таки индивидуальный транспорт, и задача которого это добираться от индивидуального жилья, от, соответственно, там, где сегодня находится узел, то есть место пересадки, как мы называем, скайхаусы, и это все-таки индивидуальная система, которая будет коррелироваться дальше потом в общую транспортную систему региона, либо транспортную систему общего скайвэя. И теперь, друзья, я вам предлагаю внимательно посмотреть на систему, то есть, да, нарисована, в принципе, красиво, и то, и то это прототипы, и то, и то это компьютерная модуляция, и то, и то это недействующие модели. Так вот, это SkyTran, это двухместная капсула, которая, прошу внимания очень обратить на это, заострить свое внимание, которая движется с помощью магнитной левитации, то есть создания магнитного поля, внутри движущейся, внутри путевой структуры диаметр, который является 20 сантиметров, внутри которой находится развернутый электромагнит, над которым создается магнитное поле, под которым висит капсула весом примерно 500-800 килограмм. Соответственно, декларируемая скорость в городских условиях также 130-140 километров в час. Так вот, друзья, с учетом того, что КПД этой системы сегодня близко к КПД паровоза, то есть 11-12%, потому что идет огромное количество преобразования от выработки энергии до ее передачи, различные перепады напряжения, то есть трансформирование этой энергии, и потом создание постоянного магнитного поля для того, чтобы создать магнитную левитацию, я сразу вам задаю вопрос на уровне здравого смысла. Как вы думаете, это может быть дешево и может быть сопоставимо по цене с двумя двигателями мотор-колесо, которые сегодня в Китае стоят на каждом велосипеде, который движется, и сегодня весь Китай движется на велосипедах, которые до обеда крутят педали, после обеда они едут на электродвигатели, которые их сегодня крутят. Так вот, два таких двигателя, которые стоят в юнибайке, обычный небольшой аккумулятор, который сегодня позволяет до 3-5 часов двигаться без подзарядки, соответственно, с системой, которая управляется и работает на магнитной левитации. Тем более, что электромотор и электродвигатель, который находится в этой капсуле, он должен создать такое магнитное поле, которое возможно создать только сверхпроводниками при высоких температурах. Чтобы сегодня было понятно, такие проводники могут быть только при низких температурах и охлаждении жидким гелием или жидким азотом. То есть, представляете, что у вас над головой находится система, что при нарушении циркуляции, допустим, жидкого азота, у вас над головой находится примерно взрывное устройство в 20-30 килограммов тротила. Я думаю, что если вы будете чувствовать себя комфортно, что вы находитесь в капсуле, которая двигается за счет сверхпроводимости, но при нарушении технологической работы у вас над головой 20 килограммов тротила, я могу сказать, я бы чувствовал себя не очень эффектно. И второе. Напряжение и магнитные поля, которые создает эта система для того, чтобы подвесить 500-800 килограммов подвижной состав, они настолько мощные по электромагнитному излучению, что для того, чтобы это заизолировать, нужны сверхпроводящие материалы, содержащие огромное количество редкоземельных металлов, для того, чтобы все это излучение не выходило за пределы транспортной инфраструктуры, то есть за пределами этой трубы. И вот я теперь вам задам вопрос. Первое. Может ли это быть дешево? Это раз. На что вопрос очевидным, что электровелосипед, который висит на одном проводе 5 сантиметров в диаметре, который движется за счет двух электромоторов, которые находятся в мотор-колесо, между ними один электродвигатель, и все это управляется через интернет, еще заряжается от аккумулятора половину энергии, которую вы вырабатываете сами. Еще раз повторю. Половина энергии для этого движения, а если вы движетесь со скоростью 60 километров в час, то 100% энергии, вырабатываемой вами на велотренажере, то есть велогенераторе, достаточно, чтобы перемещаться в вело-юнибайку. И, соответственно, система с электромагнитной левитацией, которая работает таким образом. Я вам не буду сейчас рассказывать про сложности, как создать бегущую магнитную волну, которая создает левитацию, и где надо, чтобы в доли секунды магнитное поле перемещалось перед этим движущимся, соответственно, транспортным средством. Я могу сказать, что, а хотели бы вы, чтобы вот такая система зашла в каждый дом, чтобы у вас в кухне проходила вот такая электромагнитная труба, в которой создаются электромагнитные и магнитные поля такой силы, что на них висит 800 килограмм подвижной состав. И вот я честно могу сказать, что я бы не хотел не то, чтобы это у меня в кухню заходило, а чтобы это было где-то в радиусе, ну, хотя бы 100-200 метров от того места, где я живу. То есть концептуальное решение о том, что юнибайк или движущее средство может приехать каждому в кухню, и вы, соответственно, в своих тапочках можете сесть в свой юнибайк и спокойно уехать на расстояние 10, 20, 30, а может быть и 500, и 1000 километров, и в своем халате и тапочке приехать в том же Париж, Лондон, а может быть и Нью-Йорк, то я могу сказать, что в системе Юнитран, которая сегодня представлена, это в принципе невозможно. А ту концептуальную систему, которая сегодня создает Skyway и Transnet, это доступность из любой точки в любую точку, так же, как мы сегодня пользуемся, соответственно, смартфонами и то, что сегодня стало нашей повседневной жизнью. И когда мы говорим, что Transnet изменит нашу жизнь до неузнаваемости, то как раз элемент этого изменения, это свободное перемещение из любой точки в любую точку, причем я скажу, что еще два понятия, которые сегодня очень многими не воспринимаются. Первое, это бесплатно, то есть когда вы будете перемещаться и за это либо платить очень дешево, либо не платить вообще. Это аналог Скайпа, который сегодня в интернете есть, и мы сегодня как социальную функцию пользуемся в видеоконференции бесплатно. И второй момент, что будет введена логика мгновенного перемещения. Это не значит телепортация, а логика мгновенного перемещения, что сейчас, представьте, что я нахожусь не у себя дома, и у меня сзади плакат Skyway, а я сегодня нахожусь в Юнибайке, в котором высокоскоростной интернет, и я сейчас перемещаюсь со скоростью 500 км в час. Уже за два часа вебинара, что мы с Алексеем ведем, это примерно 1000 км, то есть в принципе я бы уже сегодня приближался, наверное, к Киеву, вот еще через 20 минут, наверное, к Парижу, а к концу вебинара, через где-то полдесятого, я бы, наверное, уже доехал до Лондона. То есть вот что такое концепция мгновенного перемещения, когда можно, находясь в интернете, находясь на определенном уровне, то есть проводя повседневную работу, при этом еще и очень быстро и комфортно перемещаться. А если у вас там еще есть хорошее, а там можно расположить очень удобный диванчик раскладывающийся, значит, соответственно, если вы там еще поспали хотя бы 6 часов, то это еще 3000 км, это, друзья, уже вся Европа, западная и северная, и, наверное, это уже, если говорить где-то за Новосибирск, и, во всяком случае, ближе к Красноярску, можно уже перемещаться. Поэтому вот, друзья, что такое комфортное скоростное перемещение. И то, что мы сегодня создаем, транснет, это именно концепция, то, что изменит мир точно так же, как изменил смартфон. Поэтому сегодня, Алексей сейчас вам ведет еще, очень интересное понятие, это именно персональная скоростная транспортная система, транспортное средство. Это как раз и есть то, что сегодня является юнибайком, юнилетом, юникаром, юнибусом. И это как раз то, что, друзья, позволяет нам четко утверждать, и это уже безапелляционное утверждение, именно нас, как команды, кто работает в Skyway, кто является именно последователями инженера Юницкого, того, что никакие конкурентные сегодня системы не могут близко подойти к тем параметрам, которые дает сегодня Skyway. И поэтому все, кто сегодня принимает решение финансировать, продвигать другие технологии, мы сегодня говорим, это их право, но мы четко для себя и для экспертов определяем, что, друзья, это ошибка, это не перспективное направление, это не трендовое направление, и это то же самое, как Siemens выкинул 6,5 миллиардов евро, для того, чтобы создать неперспективную сегодня систему. И когда вытаскивается эта система и опять на новом уровне пытается из этого изобразить новую систему, так же, как спустя 100 лет наша Сколькова вытащила систему цепили на дирижабли и пытается опять нам доказать, что наши деньги налогоплательщиков надо потратить на то, чтобы опять проверить концепцию дирижабли, я могу сказать, что, друзья, вы опоздали на 100 лет. 100 лет назад эту систему проверили, 100 лет назад признали, что эта система не перспективной, и 100 лет больше никто не возвращался к финансированию этой системы. И только Сколькова почему-то решила к этому вернуться. Наверное, какие-то есть на это другие причины, но не инженерные, и уж, наверное, не проблема решения транспортной системы, транспортной инфраструктуры для Российской Федерации. Вот, друзья, это то, что я хотел сейчас до вас довести. После следующего выступления Алексей вам сейчас более подробно и более интересно даст информацию еще по ряду технологий, которые есть. Дальше мы с вами еще немножко по экономическим, политическим системам сейчас сделаем анализ вокруг того, что происходит и что нас ожидает в ближайшее время в Skyway. Алексей, тебе слово. Благодарим Сергея Анатольевича. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей. Те, кто с нами были на вводном технико-экономическом вебинаре, рады вас приветствовать на расширенном уже технико-экономическом вебинаре. Здесь мы действительно более подробно рассказываем о концепции Skyway. И на сегодняшнем вебинаре мы становимся достаточно серьезно на не то, что основных конкурентах и так далее. То есть основными конкурентами, сейчас конкурентом, даже он не является конкурентом, она, точнее, технология Hyperloop. И если он, это Илон Маск, как родоначальник и так далее. И Hyperloop Transportation Technologies, соответственно, как компания сейчас продвигающая, это, вот на самом деле есть такой факт, перед тем, как я начну рассказывать об тех транспортных средствах, которые также имели место быть ранее, либо сейчас также развиваются, что на выставку Inotrans 20-23 сентября пригласили всего две технологии. А Inotrans это крупнейшая выставка, которая показывает не только существующие виды транспорта, но и виды транспорта, которые серьезно изменят транспортную инфраструктуру уже в ближайшем будущем. И, дамы и господа, вот очень показательно, что пригласили Hyperloop Transportation Technologies и, соответственно, Skyway Technologies. И очень так вот немаловажно, что приставка Technologies есть и у Skyway, и у Hyperloop. То есть даже в этом ведется некая, так скажем, не то что конкуренция, но схожесть и заявление действительно на серьезную победу, на серьезные результаты. Это то, что можно назвать гонкой за лидерством. И что я хотел бы вам донести, что на самом деле та технология, которая станет лидером и внесет стандарты в эту индустрию, формирующуюся на сегодняшний день индустрию транспорта второго уровня. То есть это огромный рынок, это триллионный, не побоюсь этого слова, рынок. И, естественно, многие участники, многие игроки желают занять здесь место. Естественно, транспорт второго уровня будет бороться с огромной проблемой перенаселенности автомобилями и пробками элементарно современных мегаполисов. Естественно, транспортные средства второго уровня будет, любое транспортное средство второго уровня будет, соответственно, решать достаточно серьезные задачи переперемещения с точки А в точку Б. Но у всех будет разная скорость, у всех будут абсолютно разные динамические показатели, технические характеристики. И тот, кто покажет максимальную эффективность, так скажем, и выиграет эту гонку за лидерством. И то, что сделал Стив Джобс, на самом деле создав интеллектуальную операционную систему, то есть IOS, аббревиатура, мы позиционируем, что Personal Rapid Transit, соответственно, это будет персональная высокоскоростная, не просто скоростная, а высокоскоростная. Сейчас вот то, что я буду показывать, скорости достижимы максимум 50-60 км в час. Ну, самое максимальное, это, естественно, будет у Hyperloop, это будет 1000-1100 км в час. Но это совершенно другая концепция перемещений. Что касается SkyTrend, вкратце Сергей Анатольевич все это описал. И, естественно, на сегодняшний день, дорогие друзья, как раньше, все после испытаний самолета «Братья Прайд» старались создать свой собственный самолет, и более того, я могу сказать, такой вот общепризнанный факт, общеизвестный факт, что на самом деле первые самолеты просто буквально в смысле разваливались в воздухе из-за одного несоблюденного серьезного качества, технического стандарта. То, что иллюминаторы были прямоугольные, либо квадратные, а сейчас они, соответственно, со скругленными углами, овальные, и они состоят из трех стекол, промежуточное стекло, соответственно, защищает от того, что произойдет с внешним стеклом, и внутреннее стекло, соответственно, обеспечивает возможность отсутствия запотевания, замерзания стекол и так далее. Более того, там маленькая трубочка такая вставлена тоже не просто так, для компенсации уравновешивания давления, чтобы не произошло таких вот событий, которые противоречат вообще концепции безопасности, но я думаю, что никому не хотелось бы, когда поедет хотя бы со скоростью 70 км в час, что SkyTrain или какой-либо другой транспорт второго уровня рухнул бы, столкнулся с впереди идущим, то есть не сработала бы система автоматизированного управления, или какие-либо действительно такие интересные факты, которые могут произойти, допустим, с летающим дроном такси, который на CIS, то есть достаточно серьезной, именно вот высокотехнологичной выставке, китайца и компания Econ представила разработку, и вы можете увидеть по дизайну в стадии. Что касается юнибайков, это именно выдержка серьезных аэродинамических свойств подвижного состава, поэтому такой красивый дизайн получился, и летающий дрон такси, естественно, он также относительно похож на юнибайк, и я действительно этому был рад, потому что летающий дрон такси невозможно было сделать без соблюдения аэродинамических свойств, но я думаю, что коэффициент аэродинамического сопротивления очень интересный, какой он у летающего дрона, и в сравнении с юнибайком. Действительно очень интересно, потому что сейчас форма визуально чистая, если судить, она достаточно схожая, но я могу привести такое достаточно серьезное суждение, простое с одной стороны, но очень философски емкое и глубокое, Илона Маска, одного из, так скажем, не то что кумиров, но я очень желаю познакомиться вживую с этим человеком, думаю, что эта мечта исполнится, и он привел такое сравнение суждения при рассуждениях о летающих автомобилях. Хотели бы вы, чтобы, соответственно, вам груда металла свалилась на голову? Вот просто простейшее суждение, так скажем, и, естественно, никто бы не хотел подобный свершившийся факт. Никто бы не хотел наблюдать и слышать очень серьезные шумовые эффекты. И, дамы и господа, это будет при летающих дронах все равно, и я могу сказать, что если будет тысячи летающих дронов, то наши современные мегаполисы, помимо загрязнения окружающей среды, также просто не позволят комфортно находиться в нем, потому что будет огромный шум стоять от этих летающих дронов. Максимум, в чем я вижу перспективу применения непосредственно дронов, это перемещение посылок, перемещение товаров, грузов, различных продуктов, питания, продуктов, которые могут использоваться для гуманитарной помощи, лекарств, которые нужно срочно доставить, то есть то, что необходимо доставить сиюминутно. Но и то с этим будет концепция и система юнибайков, то есть умных, так скажем, транспортных подвижных составов, как мы называем, транспортных андроидов, также будет справляться. И прямо в ваше жилье, в ваши квартиры, в новых уже линейных городах будет въезжать юнибайк. И это будет достаточно серьезным таким звеном, как сегодня мы можем рассказывать о перемещении автомобилей и так далее по городу. Многие задавали вопрос на дневном вебинаре, каким образом мы будем мебель перевозить с помощью транспорта второго уровня. Друзья, на самом деле я могу привести такое небольшое лирическое отступление, каким образом перевозят в Индии холодильники. Вы задумывались, видели вообще, каким образом перевозят, допустим, стиральные машины. Просто на заднем сиденье небольшого мотоцикла перевозят целую стиральную машину. Она чуть-чуть закреплена, и она не падает. Задают вопросы, каким образом будет перевозиться мебель на высокотехнологичном подвижном составе, типа юнибус, типа юнибайк и так далее. Но, дамы и господа, на самом деле, вообще вся логика транспорта второго уровня влетает в воздухе достаточно давно. Я специально, намеренно привел здесь такие иллюстрации, и это может показаться такими бредовыми, я бы сказал, иллюстрациями, но действительно человеческая мысль развивалась в этом направлении. Даже вот подобные автомобили американцы планировали сделать именно при перемещении на втором уровне. Вы можете видеть картинки, я обязательно найду, сброшу картинку, вот что также в струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого, как концепт показывалось, перемещение, допустим, КАМАЗа в условиях вечной мерзлоты на опорах, на путевой структуре эстакадного типа, то есть перемещение сталь по сталь, примерно таким же образом, когда ЗИЛ сбирался в небо, так скажем, по нашей легкой ажурной конструкции в 2001 году. И это тоже вот американцы и многие иностранцы данную концепцию предполагали. Но здесь не решается абсолютно проблема загрязнения окружающего воздуха, здесь не решается проблема автоматизированной системы управления. И представьте себе, вот действительно передвигается на втором уровне автомобиля, и кто-то нажмет на педаль газа. Вот на дневном вебинаре тоже такое действительно правильное сравнение. Автомобили все равно, некоторые люди будут покупать мотоциклы и так далее, даже когда прочно войдет логика транспорта второго уровня, настолько так же прочно, насколько мы используем на сегодняшний день смартфоны, но не проводные телефоны. Проводные телефоны, пожалуй, используются только на таких вот советских учреждениях, заводах, и при использовании информации, когда минимально снизить эффект прослушки и так далее, то есть вот наши государственные деятели используют проводные телефоны, и более того, старые технологии. И, дамы и господа, здесь не решается проблема ни загрязнения окружающей среды, ни упорядочения движения транспортных средств. Когда бы они перемещались, как бы юнибайки друг за другом будут перемещаться, соответственно, в автоматизированной системе управления, это будет беспилотная система управления, то есть вы будете, соответственно, находиться, перед вами будет экран, не хуже, я думаю, чем вы сейчас можете обнаружить в автомобиле достаточно современном Тесла, вышла новая модель автомобиля Тесла, то есть вы можете выполнять свои задачи, при необходимости вы можете дергать за рычаги, крутить педали, если вам захочется осуществлять какие-либо нагрузки на ваш организм, поддерживать хорошую физическую форму и просто оказывать кардио-нагрузку. Это вот, как бы, такой именно рецепт долгожительства у тибетских монахов и так далее, чего вы не можете, допустим, позволить в бешеном темпе и ритме жизни, соответственно, сохранять действительно свое здоровье. Поэтому юнибайки называются спортивно-экскурсионным направлением, и, дамы и господа, вот эта иллюстрация, она полностью противоречит концепции транспорта второго уровня. То есть все значительно проще, и вот тех претендентов, которых сегодня мы освещаем, то есть Skyway East River, это западная река, Skyway, то есть тоже небесная дорога, назвались, это подвесная гондола, соответственно, реализована, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке, либо планируется к реализации, и, соответственно, видите, очень серьезные затраты материалов, очень неэффективную, можно сравнить с германской технологией, которая с 1800 года еще развивалась для перевозки различных полезных ископаемых, здесь собираются перевозить пассажиров. Естественно, скорость примерно будет 20-30 км в час, естественно, ни о какой дешевизне строительства здесь невозможно идти речь, и ни о каком использовании на любом типе рельефа местности, также невозможно вести речь. А здесь вы видите Sweep Train, это такой вот подвижной состав, казалось бы, более аэродинамичный, но я бы назвал это обтекаемый кирпич, здесь об аэродинамичности, я думаю, мало можно говорить, и да, красивый, футуристичный дизайн, но, дамы и господа, вот эта вот технология представлялась, кстати, именно с технологией Skyway, сейчас я сброшу статью, вернемся в 2014 год, и я могу сказать, что в строительстве воздушного метро, трамвая воздушного, как угодно можно называть, он планировался, думаю, что мы еще имеем все шансы туда попасть, так как 11 февраля мы прошли экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации, в общем, вся речь идет о ВДНХ, и вот как раз вот этот проект представлялся на ВДНХ, и, собственно, технология Skyway также представлялась, я думаю, что, дамы и господа чиновники, осознают, что необходимость, что еще тогда нужно было принять концепцию Skyway, а на сегодняшний день концепция Skyway именно отождествляется и прорабатывается, просчитывается для использования московской агломерации, и как раз-таки в этом, так скажем, проекте города, когда кольцевая структура построения дорог, то есть МКАДы и так далее, используется, и мы приходим, соответственно, к бешеным пробкам, к бешеным простоям, и использованию в первую очередь метро в качестве передвижения, не важно, какой у вас автомобиль имеется, либо это ВАЗ-2109, либо это Майбах, не важно, вы все равно будете стоять в потоке движения, и вы будете вынуждены передвигаться на метро. Анатолий Эдуардович Юницкий неоднократно говорил, что находиться в метро небезопасно, и вы можете безопасно находиться всего лишь несколько секунд. Skyweb Express, то есть это разработка США, из названия следует, что это некая сеть, небесная сеть, так скажем, и экспресс-перемещение, да, логика в этом есть, но посмотрите на опоры, да, они примерно такого же диаметра, как юнибайки, то есть 5-10 сантиметров в диаметре, но, во-первых, будут ли они выдерживать нагрузку, и вообще, куда будет приходиться основная нагрузка при перемещении подвижных составов вот данного типа, и какие затраты на материалы путевой структуры будут использоваться. Данный концепт также имел даже опытный образец, возможно, даже имеет опытный образец, но я думаю, что никакой аэродинамичности и перемещения на 120 км в час здесь невозможно предположить. Следующий претендент в истории развития транспорта второго уровня это OpenPRT. Это также Personal Rapid Transit по характеристике, а также предлагаю рассмотреть хотя бы именно в представлении для иностранцев, в первую очередь, это будет понятно, это персональное, высокоскоростное, в данном случае скоростное, может быть даже не Personal Rapid, а Personal High Speed Transit, то есть, соответственно, аббревиатура чуть-чуть изменится. И если раньше скоростное перемещение рассматривали, что такое скоростное перемещение в транспорте подобного уровня? Самая большая скорость достигает Московское метро, это 30 км в час. Естественно, пассажиропоток также там достигается достаточно серьезный, но струнная технология Анатолия Эдуардовича Ницкого может выдерживать даже 10 тысяч человек в час на одном плече, вдумайтесь в этом. Здесь технология используется, в принципе, логически выверенная, казалось бы, на визуализации даже используется противосходная система. Ну, вы видите, на картинке специально показал, похоже, здесь используются резиновые колеса, то есть, соответственно, Сергей Анатольевич вам расскажет про Капвей, это такое вот достаточно уникальное по аэродинамичности кавычках, естественно, подвижное транспортное средство, которое скатывалось даже вот при экспериментах, при испытаниях. На самом деле, не стоит использовать пневмашину и вообще вот колесо не стальное при перемещении таким образом. Логика, в принципе, ясна и понятна, то есть, это двух, одна двухместная такси, но посмотрите, вот вообще, на конце, посмотрите, насколько сложно будет ремонтировать, в первую очередь, и как вообще будут сниматься подвижные составы, и сколько они будут весить, соответственно, в килограммах, и, соответственно, это нужно все перевозить, данная конструкция должна все это передвигать, в первую очередь. Матрина Пиор Тим, или Мистер, они также были представлены, данные технологии, на концепте, в парке ВДНХ, и вот данный дизайн, Матрина Пиор Ти, который вы видите справа внизу, я не видел, когда составлял список, перечень технологий транспорта второго уровня, которые принимают участие также в технологической гонке, так скажем, гонке за лидерством, этого дизайна не было. На мой взгляд, я могу предположить, что данный дизайн разрабатывался именно как промышленный дизайн, то есть он исходил не из того, что предполагается Анатолио Эдуардовичем Миницким, то есть в первую очередь учитывается аэродинамика и получается такой красивый обтекаемый корпус, соответственно, единственное, то, что находится на первом месте, это высокая аэродинамика, которая позволит экономить топливо, затраты энергии и так далее. Здесь замечательный красивый дизайн концептов, Матрина Перти, можете и Мистер тоже увидеть, достаточно много, это также концепция перемещения и в фильме Пятый элемент подобное вы можете увидеть, но какие конструкции массивные также, и вот вы видите опору, она несравнима с фонарным столбом, допустим, чего не скажешь о промежуточных опорах, допустим, юнибайков, то есть фактически инфраструктура для юнибайков, ну, если так утрированно говорить, она уже создана, то есть это опоры немногим толще, во многом, во многих случаях будут и такого же диаметра, как современные фонарные столбы, и осталось, соответственно, на фонарные столбы натянуть струну и пустить там юнибайк, подвесные транспортные средства. И здесь же необходимо будет создавать заново инфраструктуру и вот этими немыслимыми по толщине путевыми структурами, если можно их так назвать, нужно будет окутывать мегаполисы, что, на мой взгляд, также абсолютно неэффективно. Вот вы видите абсолютно большой диаметр путевой структуры и аэродинамичный состав, но это, скорее всего, обрубленный такой именно подъемник застекленный, обрубленное подвижное средство, которое перемещается по канатной дороге, то есть здесь об эргономичности аэродинамики и не может идти речи никакой. И переходим таким претендентам немножко такое отступление, то есть я бы назвал это транспортное средство второго уровня подвижной состав в виде кирпича перемещаемый на втором уровне, логика соблюдена лишь одна, что размещение опор на высоте 5-15 и выше метров, но более того, дамы и господа, это разрабатывалось, это планировалось к внедрению и это в каком-то плане история действительно развития транспорта второго уровня, то есть некоторую дань все же даже такому транспортному средству все это дать, потому что разработчики хотя бы попытались. На сегодняшний день вы не найдете уже на самом деле данного сайта, данной компании, потому что естественно это сверх неэффективное транспортное средство. Также сбрасываю ссылки, кто знает английский, почитайте, очень интересно как раз таки про все эти подвижные составы в исследованиях одного из вашингтонских университетов упомянуто. И также напоминаю, что независимое исследование УЭСского университета одного из астралийских технологических университетов также уже более где-то 7 месяцев было обнаружено специалистами ЗАО струнной технологии, с ними связались и соответственно это также используется эффективно для упаковки адресных проектов в Австралии ну несмотря на то, что ни много ни мало было получено заключение независимой компании, которая специализируется на консалтинге подобных инфраструктурных транспортных объектов на территории как Австралии так и других стран. Ультра Глобал ПРТ опять же аббревиатура ПРТ сейчас функционирует при перемещении в Китрово то есть это транспорт второго уровня который достигает максимум 50 км в час и на мой взгляд это достаточно дорогая игрушка так скажем и да футуристичность здесь в дизайне присутствует да некая логика присутствует но опять же очень массивные сооружения и такая ненужная по использованию материалов железобетонной конструкции от арматуры путевая структура широкая и логика экономии как трудозатрат так и экономия материалов она нарушается ну вы видите посередине картинка в принципе достаточно казалось бы экологичное средство передвижения каким его и позиционируют если говорить про проекты вообще в Великобритании то я могу вам привести в пример и сброшу чуть позже ссылку по поводу проекта Crossrail который развивался начал развиваться несколько лет назад это перемещение с запада на восток примерно 140 километров на втором уровне серьезные вливания серьезная технология именно по освоению и по захламлению так скажем пейзажа и вообще урбанистической направленности Лондона и все же эта технология начала внедряться вдумайтесь цифру 140 километров стоит 19 миллиардов долларов то есть столько стоит проект и подумайте насколько вообще раз можно было окутать весь Лондон если бы применялась технология Skyway Skycube PRT опять же аббревиатура PRT и хотелось бы чтобы вы все понимали и при разговоре с иностранцами говорили вот именно Personal Rapid Transit в нашем случае это будет даже High Speed Transit и соответственно этого испытывалось применялось в Китае применяется здесь вы видите конкретный образец и соответственно это уже не кирпич как данная технология которую мы показывали Micro Rail Train это уже такой угловатый так скажем кирпич но все же также имел место быть чего не скажешь о перемещении в Хитроу один из аэропортов в Великобритании здесь более аэродинамичный такой не то что аэродинамичный более сглаженные черты контура обвода корпуса и так далее но я думаю что здесь насчет скорости перемещения до 120 километров в час не задумывались задача была просто перемещаться на втором уровне со скоростями примерно достижимыми метро и в такой же логике развивается Китай применяя на одной из выставок примерно 6 месяцев назад если не ошибаюсь была показана концепция прозрачных трамваях на дороге эстакадного типа второго уровня но дамы и господа это все действительно не то что реализует на сегодняшний день технология Skyway и на самом деле то что мы с вами внедряем сейчас почему мы с вами а не только зао струнные технологии потому что именно посредством развития краудинвестинга посредством развития инвестпроводящей системы сети развивается проект и действительно ведется стройка действительно мы находимся в нескольких шагах от демонстрации более того позиционировали даже весной но по причине того что все должно быть запатентованно и так как у нас появились потенциальные крупнейшие так скажем инвесторы их в том числе желание в первую очередь желание зао струнные технологии чтобы технология оказалась абсолютно сохранной вначале нужно запатентовать промышленные образцы естественно китайцы потом будут формировать адресные проекты купят допустим 1-2 километра транспортной системы все разрежут попытаются скопировать слезать как это обычно бывает и появится технология утрированная если говорить типа сква айвэй вай какая-нибудь как вот коверкают современные бренды вместо адидас одайдас и так далее и появится это и появится модель своя юнибуса в китайской если они умудряются копировать и продавать за границу современные боеголовки и так далее то есть военную технику и более того она используется скорее всего они будут пытаться скопировать и это не только китайцы потому что действительно когда это войдет уже в обиход научный транспортный все начнут это копировать еще до этого момента дамы и господа наша с вами задача создать именно сеть адресных проектов это задача как зао струнные технологии так и наша с вами задача кустарными методами так скажем создать и найти действительно команды которые могут реально двигать адресные проекты не просто двигать и инициировать реально привлекать инвестирование финансирование сейчас с рядом команд Сергея Анатольевича мы занимаемся доставим нашу почту скайп и если у кого-то есть реальные возможности и реальные перспективы движения адресных проектов и привлечения инвестиций соответственно в ваших регионах пожалуйста пишите и еще на чем хотел остановиться дамы и господа это то что можно сравнить с введением стандартов мобильной сотовой связи хотелось бы чтобы вы это все поняли потому что это наше огромное конкурентное преимущество помним что путевую структуру skyway зашиды оптоволокно силовые кабели присутствует более 10 различных радиочастотных электронных сигналов и так далее мобильных сигналов то есть фактически это можно сравнить со стандартами которые ушли в небытие сидемые почему он не прижился потому что он дорогой потому что это спутниковая уже связь сейчас GSM стандарт нескольких форматов является общепринятым в мире и та технология которая выиграет гонку на лидерство и войдет именно в качестве первопроходцев в рынок начнет строить сеть на наше по нашему мнению это будет сеть транснет соответственно задаст этот стандарт и дамы и господа где будет построена путевая структура транснет более того очень интересный ролик в конце включим по поводу разработки уникальной действительно разработки которая просто не нужна была ранее в промышленности так как не было необходимости прокачивать бетон на несколько километров на тысячи метров сейчас эта необходимость есть в skyway для обеспечения более серьезных показателей путевой структуры долговечности путевой структуры и соответственно были созданы действительно новые марки бетона которые абсолютно текучи абсолютно быстро формирующие моноличивание и так далее и абсолютно легкие перемещаются действительно прокачиваются с достаточной серьезной скоростью необходимой для этого скоростью на тысячи метров сейчас это было прокачено на сотни метров но уже при расчетах и так далее теоретически и естественно при практическом применении это будет уже применено при натягивании струны при построении путевой структуры на нашем тестовом участке техноэкопарке то есть демонстрационном сертификационном технологическом участке так скажем шоуруме где будет представлена технология для многих стран руководителей и так далее и дамы и господа вот то что путевая структура будет где построена это можно сравнить с IOS я неспроста говорил это приводил сравнение в начале потому что то что придумал Jobs это абсолютно эргономичное безопасное и ту операционную систему которую невозможно скопировать если бы ее возможно было скопировать ее бы давно уже скопировать также путевую структуру Skyway сеть Transnet невозможно будет скопировать и да будут подвижные составы которые сделают какие-то даже энтузиасты в гараже можно сказать но будут определенные стандарты которые будут применимы к сети Transnet по нашему мнению сеть Transnet охватит десятки миллионов километров в начале далее это будут сотни миллионов километров струнных дорог которые охватят настолько быстро планету насколько не удалось даже интернет нам и господа сегодня это развивается посредством народного финансирования я призываю иногда я забываю вебинарах зайти в ваш личный кабинет если вы новичок спросить у вашего пригласителя а на какую долю вообще могу войти в этот проект какой вклад я могу принести в эту компанию и какую выгоду для себя я могу дальше поиметь от 15 долларов возможно инвестиции сейчас многие партнеры в России русскоговорящие в среднем заходят на тысячу долларов говорю честно и открыто европейские партнеры средняя инвестиция 3,5-5 тысяч долларов и дамы и господа существуют рассрочки узнаете у своих пригласителей о этих уникальных действительно условиях и дисконт та премия за ваш риск то что действительно условия будут сохранены на 10 месяцев действительно уникальная возможность дамы и господа зарезервировать за собой вот эти вот серьезные и приятные условия на 10 месяцев независимо от скачка дисконта и можем сказать что дискаунт то есть ваша венчурная премия за риск будет оплачиваться меньше и будет менее не менее прибыльно инвестировать просто время пройдет и соответственно ценность технологии Skyway и обязательства Skyway будет выше соответственно после события в Экотехнопарке точная дата не называется но дискаунт будет снижен и собственно это замечательная возможность рассмотреть возможность рассрочек ну и также существуют определенные преференции при покупке монет это уже перспектива использования на особых привилегированных условиях уже транспортного средства Skyway потому что мы нисколько не сомневаемся что транспортные модули Skyway поедут уже в ближайшие года не просто поедут а мы войдем с фанфарами уже в этот рынок признанными как сегодня мы признаемся в России в Австралии в Ирландии мы будем признаны по всему миру и войдем уже с готовой сетью адресных проектов несмотря на то что уже был сформирован предварительные заказы на миллиарды долларов дамы и господа это то что действительно окутывает всю планету и я думаю что каждый захочет быть частичкой этого и в будущем быть теоретически возможно потенциально в перспективе достаточно обеспеченным человеком получая дивиденды от Skyway продолжая строить и строить Skyway и спасать планету на благо себе и всему человечеству в целом вот собственно такое вещание дамы и господа господа действительно я думаю что каждый из нас с вами кто присутствует на данном вебинаре остался уже на полтора часа фактически вещание расширенного технико-экономического вебинара увидел в этом для себя свою перспективу каждый выберет сам что как и где но одно я могу сказать и Алексей спасибо видите сегодня мы для вас подготовили очень такой развернутый анализ технологий которые сегодня претендуют и пытаются участвовать в тренде именно того что сегодня задается вот здесь однозначно можно сейчас сказать уже опустив определенные вещи что по нашему утверждению это естественно Skyway но это наша позиция именно как команда которая разрабатывает которая убеждена в технологическом решении и которая вас именно информирует и говорит что таким путем вы сегодня будете участвовать в самой перспективной научной и технологической разработке принимать решение конечно надо каждому самостоятельно здесь в основном собрались люди которые уже в проекте которые участвуют которые могут работать так сказать и соответственно для себя уже определились значит друзья здесь очень много вопросов которые вот сегодня мы потом чат будем как-то регулировать смотреть потому что 3-4 человека которые задают в общем-то не самые интересные не самые умные вопросы а на уровне просто дилетантского здравого смысла они сегодня в чате могут написать очень как бы там много вопросов тем более что вопрос на уровне как обгонять порвется не порвется а как управлять и как еще это это друзья вопрос то есть когда в зале такие вопросы задаются я очень сразу довольно таки конкретно и очень жестко обращаясь к этому человеку могу двумя-тремя встречными вопросами показать несостоятельность любого кто задает такие вопросы но в чате так как в основном ответа я не могу писать развернутые ответы на техникупеж получается что у нас как бы игра в одни ворота и я не сторонник того чтобы отключать чаты чтобы запрещать задавать вопросы просто друзья я думаю что сами кто уже постоянно ходит на вебинар вот Владислав Скоребок очень так интересно написал что друзья тут идет анализ а вы все обсуждаете как обгонять или что делать так сказать поэтому я уж не говорю про те вопросы что мало кто понимает как работает сотовая связь что такое пьезоэффект моделированный сигнал усиление репрессионной станции и так далее но тем не менее мы все пользуемся мобильной связью не задаваясь как ну а тем более как летает бочка с керосином не махая крыльями при этом сжигая керосин вообще сегодня мало кто представляет что такое физическими свойствами самолет тем более мы все летаем и даже не задумываясь что это работает закон Бернули хотя думаю что кто на самолете летает фамилию Бернули в общем то реже всего наверное вспоминает садясь в самолет вот но тем не менее это друзья все реалии которые сегодня нас следуют и мы обязательно будем отвечать на эти вопросы которые сегодня возникают особенно тут вот Людмила мне уже наверное третий раз задала вопрос а как будут встречать 22-20 человек которые приедут в Минск вот на что я могу сказать что организация занимается Skyway Capital и техподдержка и соответственно я переправил им этот вопрос и я думаю что на следующем вебинаре или в личном кабинете вы соответственно этот ответ увидите потому что я честно могу сказать что организация автобусов от Мински до гостиницы вот я точно не занимаюсь но ваш вопрос я отправил и соответственно надеюсь что его решат этот вопрос потому что стараемся сегодня учесть пожелания и интересы всех хотя сами понимаете что порядка двух тысяч человек которые будут одновременно собираться что это довольно таки сложная и серьезная организация а с учетом что мы не организация которая может тратить бесконечное количество денег на проведение таких мероприятий все идет по минимуму потому что эти деньги которые будут тратиться это сегодня идет уже минус инвестициям которые могли бы пойти на строительство и так далее поэтому друзья вы уже заметили там некоторые вещи мы вводим платные на мероприятие это только с одной целью друзья это экономия средств и все естественно мы будем проводить очень скромно очень бюджетно потому что основная ценность и основная задача это собрать всех единомышленников пообщаться лично с друг другом поучаствовать задать вопросы и соответственно зарядиться вот этой энергией экотехнопарка этой команды которые делаются и это самое главное у нас нет никакого задачи пустить пыль тем более показать несуществующие вещи мы как раз будем показывать только то что есть более того некоторые вещи даже которые есть показываться отчасти не будут потому что это еще не до конца защищено делается поэтому друзья здесь прошу тоже к этому отнестись с пониманием и о том что всегда при такого рода мероприятиях будут определенные сбои будут определенные недоработки будут технические не организационные будут ошибки это друзья тоже прошу к этому отнестись скажем так по семейному отнестись к этому с пониманием отнестись к тому что это готовят непрофессиональные команды которые занимаются проведением конференций это а это обычные сотрудники конструкторского бюро обычные сотрудники техподдержки просто активисты Skyway поэтому друзья давайте относиться друг к другу с уважением с терпимостью с пониманием тем более что результат который мы достигнем при этой общей встрече и экофестивале в апреле 23-24 апреля он я абсолютно вас уверяю превзойдет все ваши ожидания и ту заряд те эмоции которые вы получите именно с точки зрения движения Skyway они конечно ни с чем не сравнимы поэтому мы для себя четко определились что два раза в год мы будем проводить такие мероприятия вот сейчас в апреле почему несколько раньше а не оттянули мы это уже на презентацию юнибайка то есть мае-июнь потому что основная еще все-таки цель это посадка фруктовых деревьев а дальше 23-24 апреля тянуть нельзя потому что ну те кто к садоводничеству имеет отношение сажать надо все-таки ранней весной для того чтобы деревья прижились именно в этот сезон поэтому мы и так уже дотянули до 23-24 апреля второй еще очень важный момент это конечно день рождения Анатолия Дарча Юницкого когда у каждого будет возможность и поздравить лично и пожелать свои как бы там именно индивидуальные передать свои поздравления от своей команды от себя лично это тоже друзья очень важно потому что для Юницкого очень важно видеть людей кто помогает очень важно видеть о том что люди воодушевлены и собираются именно единомышленники потому что друзья я могу сказать за 40 лет неприятия за 40 лет постоянных конфликтов за 40 лет постоянного противостояния конечно привыкаешь и соответственно на мир смотришь несколько по другому поэтому на сегодняшний момент Юницкий когда находится в среде единомышленников которые обеспечивают эту работу финансируют эту работу защищают эту работу и восхищаются этой работой это тоже друзья очень дорогого стоит и это тоже очень важно это тоже одна из целей которую мы преследуем тем когда собираемся таким сообществом собираемся именно единомышленниками собираемся именно теми кто продвигает этот проект поэтому друзья я думаю что основной вывод который мы сегодня делаем это наше утверждение и это под нашу ответственность это ответственность прежде всего генерального директора генерального конструктора технологии Skyway Юницкого о том что мы вас зовем и привлекаем к проекту который является наиболее перспективным наиболее технологичным на сегодняшний момент и на сегодняшний момент насколько квалифицированно насколько мы можем давать сравнение показывать что ничего кроме Skyway и струнных технологий Юницкого не может решать те задачи которые сегодня ставятся именно шестым укладом цивилизационным развитием то есть безопасности экологичности возможности возможности строить в любых климатических условиях добираться до недоступных месторождений и давать сегодня услуги транспорта для сегодня недоступных районов все это может сегодня решать только Skyway в разы в десятки раз удешевить строительство и проезд и энергетические затраты это тоже может сегодня только Skyway поэтому наша задача и мы сегодня то что утверждаем и делаем что друзья когда мы речь ведем о расчетах экономических о расчетах эффективности о расчетах бизнес планах мы закладываем те технико-экономические характеристики которые закладываются сегодня в строительство эко-технопарка и это тоже очень важный момент я прошу на нем обратить внимание что при сегодня конкуренции с SkyTran мы столкнулись с тем что эксперты израильского правительства которые финансируют они выдают экспертные цены на один километр на строительную систему дешевле чем Skyway это очень сомнительное мы не можем сейчас сказать что они обманывают и не могут и не можем сегодня утверждать что это не так потому что все расчеты все будут показаны только при строительстве и только реальное подтверждение затрат на реальных стендах и полигонах и трассах и соответственно сегодня за каждую цифру за каждое утверждение которое делает Юницкий за этим уже стоит уже непосредственные чертежи непосредственные изготовления и непосредственные инвестиционные затраты поэтому мы не можем сегодня обещать каких-то несбыточных или заоблачных скажем так цифр что может себе позволить безответственная скажем там команда которая ставит перед собой цели не только создать систему а допустим потратить бюджетные деньги или сделать несуществующую систему или оттянуть реализацию других проектов на неопределенный срок это все другие цели и задачи которые сегодня команда Skyway и конструкторское бюро не ставят поэтому друзья мы абсолютно отвечаем точно за те показатели которые ставятся и будут получаться в Экотехнопарке и только из этих показателей считаются уже и бизнес планы и конечная капитализация тех проектов которые будут использовать технологию Skyway но я могу сказать даже этих показателей сегодня более чем достаточно утверждать о том что Skyway и проекты с использованием технологии ожидают настолько бурный рост и настолько бурное применение что капитализацию которую мы закладываем сегодня в дискаунты и венчурные пакеты инвестиционные пакеты которые сегодня формируются они будут значительно выше но это друзья уже наши экспертные утверждения и мы это всегда говорим и акцентируем на это внимание все остальное будет сначала продемонстрировано в экотехнопарке потом уже будет рассчитано и сделано в определенных бизнес планах и только потом реализовано в конкретных проектах тут задавался вопрос по поводу внутренней биржи и Виктор Бабурин на этот вопрос уже отвечал что мы будем пользоваться сегодня компаниями партнерами так же как сегодня пользуются компании партнеры для создания инвест проводящей системы и второй вопрос очень важный что скорее всего до конца этого года возникнет уже скупка на вторичном рынке обязательств Skyway во всяком случае мы о такой работе знаем и мы вас предупреждаем что наша компания к этому не будет иметь никакого отношения более того мы будем рекомендовать не продавать обязательства потому что в ближайшее время они будут только расти в цене и тот кто сегодня продаст по низким ценам по бросовым ценам хотя и заработает какие-то деньги на вложенных инвестициях но тем не менее он потеряет намного выше чем то что могло быть это мы также приводили пример вы сегодня видели как 30 лет назад была продана доля за 800 долларов в первоначальном акционерном капитале Apple одним из ближайших соратников Стива Джобса а сегодня эта доля стоит под сотню миллиардов долларов вот цена вопроса цена ошибки этот человек до сих пор живой он является историческим таким персонажем и как вы думаете как ощущает себя человек который продал долю в персональной компании в которой он был один из учредителей сегодня он бы мог входить в десятку самых богатых людей мира соответственно на прошлом вебинаре мы приводили пример как один из учредителей китайской компании поменял свою долю на велосипед а сегодня эта доля стоит более 40 миллионов долларов этот друзья как раз вопрос только успешных компаний а так как мы цели ставим задачи и именно выйти на устойчивый стабильный бизнес то я могу сказать что очень хорошо особенно ту переписку которую я почитал здесь очень много друзья людей которые ну скажем так пессимистично или очень негативно смотрят на эту жизнь но это естественно реакция на то что происходит вокруг по другому очень тяжело но я прошу вас друзья всегда помнить об одном очень важном факторе что то что происходит в будущем для оптимиста это когда сбываются мечты а для пессимиста это когда сбываются опасения поэтому друзья к какой категории вы себя относите то соответственно вы будете получать то что на что вы настроены и в какой соответственно будущем вы живете я абсолютно четко уверен я могу сказать что я вижу для себя и для своих детей это будущее с транснетом когда можно из любой точки мира в любую точку мира перемещаться очень комфортно быстро бесплатно когда дома будут стоять в экологическом месте на берегу красивейшего озера а соответственно мы при этом будем питаться продуктами которые будут жить и расти на крыше моего же дома стопроцентной экологичности пить чистую воду и место работы и учебы будут находиться в очень красивых и живописных местах как для меня и для моих детей если кто-то видит свой мир другой то есть о том что за ним будут тотально следить живят ему чип и заставят не знаю что там заставят делать служить на благо какому-то теневому правительству которого не знаю кто там видел или что так сказать то я могу друзья сказать что эти пугалки я слышу постоянно от многих людей даже с больших трибун но я могу сказать что есть объективные процессы в мире и развитие интернета я могу сказать что Сергей Брин это наш соотечественник который работал и родился в Киеве потом работал в Москве потом уехал и создал крупнейшую в мире корпорацию Google я соответственно могу сказать что мне кажется что он и его соратники не работают ни на какое мировое правительство а создали технологию которую они изобрели которая нужна человечеству и каждый сегодня включая компьютер пользуется Google и соответственно платит за это деньги они на этом зарабатывают я не вижу здесь никаких противоречий между тем что он работал родился в Киеве жил в Москве а реализовал свою систему в Штатах также и здесь сегодня да Юницкий родился в Беларуси учился в Казахстане работал долгое время в России а реализовываться технология Skyway и Transnet будет строиться по всему миру и мы друзья произнося строй Skyway спасай планету это не пустые слова сегодня технология Skyway нужна всем жителям Земли и мы не делим как раз на левых правых черных синих зеленых узкоглазых не узкоглазых это друзья абсолютно востребованная сегодня цивилизационная парадигма и единственное что мы можем сказать что развитие Skyway это всех обеспечит работой это обеспечит мировой рост экономики это даст достаток всем кто будет участвовать в этом процессе это уберет очень многие противоречия из-за которых сегодня существуют конфликты войны и так далее и так далее и так далее за ресурсы за территории Skyway уберет все это проблемы и шестой технологический уклад он при том что будет увеличивающийся население на Земле он позволит обеспечить и продуктами качественными продуктами и территорией качественной территории и питьевой водой качественной питьевой водой И рабочими местами высокодоходными. Если вы мне скажете, что я этого будущего должен бояться, который мы создаем, нет, могу сказать, друзья, я его не боюсь. Более того, я к нему стремлюсь и прилагаю все силы, чтобы это было реализовано. И я абсолютно уверен, что мы с этой задачей справимся. И более того, мы сегодня ставим перед собой задачу уже выходить в следующий технологический уклад, в седьмой, который позволит сделать землю 100% экологически, который вредные производства, не говоря уже двигателей внутреннего сгорания, с двигателями внутреннего сгорания для перемещения мы разберемся еще в шестом укладе. И 70% сегодня углеводородов, которые сжигаются в двигателях и для отопления, мы уже уберем в ближайшие 10 лет с потреблением. Это тем самым резко улучшив экологическую ситуацию на земле. А следующим технологическим укладом, седьмым, который будет называться SpiceNet, то есть интернет, транснет и SpiceNet, это следующая сеть, которая всю оставшуюся промышленность, все, что вредное находится на земле, выведет за пределы атмосферы. И мы, соответственно, все заводы будут находиться в орбитальных комплексах. Это, друзья, следующий этап. И я могу сказать, что почему я должен бояться этого будущего, почему я должен негативно к этому относиться, когда сегодня будут убраны границы между людьми, когда перемещаться можно будет из любой точки в любую точку, когда система технологическая позволит общаться с людьми на любом языке, когда будет неограниченное сегодня расселение и перемещение, и это будет все комфортно и дешево. То я могу сказать, друзья, я этого будущего не боюсь. Более того, я могу сказать, что я хочу сделать все, чтобы это будущее реализовалось. И если вы, друзья, поддерживаете эту идею, то мы с вами единомышленники. Если вы хотите отделиться, если вы хотите видеть врагов через прицел оптической винтовки, а я могу сказать, что я очень неплохо в свое время стрелял из оптической винтовки, в том числе и в Нагорном Карабахе, когда служил в армии. Поэтому для меня то, что сегодня там происходит, это просто крайне, скажем, важные события, потому что я видел своими глазами и усмирял первые события, которые там были, это еще в 89-90 году. Поэтому я могу сказать, что с этими людьми нам не по пути. Мы ни с кем не собираемся бывать, мы не придерживаемся никаких политических взглядов. Мы, друзья, строй Skyway, спасай планету, мы объединяем мир и объединять это наша работа. И то, что мы с вами делаем, друзья, направлено только для решения этой задачи. Я вас абсолютно уверяю, и я думаю, что из нашего вебинара вы сегодня сделали определенный вывод, что именно технология Skyway – это единственное решение, и мы с вами те, кто в состоянии его реализовать. Ну, друзья, на этом мы будем с вами заканчивать. Давайте до следующей среды. В следующую среду у нас, скорее всего, с Алексеем уже будет 6 вебинаров. Мы введем еще одну форму работы, которую мы сегодня будем опробировать для того, чтобы больше оповещать. У нас на этой неделе, видите, резкое уменьшение количества людей на вебинаре почти в два раза по сравнению с прошлой системой. Это, скорее всего, идет из-за системы оповещения, то есть рассылки. Поэтому давайте в этом направлении работать, потому что сегодня расширение краудинвестинговой системы – это единственное, что может сегодня нас делать, и то, что позволит нам дойти до того периода, когда сюда придут крупные инвесторы, крупные заказчики, и мы с вами уже превратимся из посторонних наблюдателей, участников и тех, кто будет обладать крупными инвестиционными пакетами с венчурными дискаунтами, которые будут на наших глазах, друзья, капитализироваться. Это наша цель, к которой мы идем, и я думаю, что помимо того, что мы спасаем планету, мы еще и закладываем каждой из вас лично свое довольно-таки обеспеченное будущее. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до следующей среды. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Для начала сегодняшнего реп...